С таянием снега все больше тверичан обращают внимание на плохие дороги в городах и селах региона. В нашу редакцию обратились жители поселка Черкасса, что находится в черте города Твери. Уже несколько лет в период межсезонья они вынуждены вступать в схватку с грязью. И пока местные, увы, проигрывают. Тверичанам приходится добираться до своих домов пешком и в резиновых сапогах, потому что на легковой машине не проехать. Почему? Увидите в нашем сюжете. Кристина приобрела участок в Черкассах в 2019 году. Сейчас, чтобы добраться до своего дома, вынуждена идти пешком по грязи. На машине не проехать. С собой всегда резиновые сапоги. Проезжаем, когда все либо высохнет, либо также оставляем машину и уже пешком идем. Потому что по-другому можно застрять. Хорошо соседи, добрые, всегда рядышком и помогут дернуть машину. По-другому никак. Екатерина живет по соседству. Она многодетная мама. У нее четыре ребенка. В 2022 году приняли с мужем решение о переезде из квартиры в частный дом, чтобы дети дышали свежим сосновым воздухом. И все было бы хорошо, если бы в период межсезонья весной и осенью путь к их частному дому не превратился в полосу препятствий. Дети, чтобы гуляли, воздухом дышали. Это, грубо говоря, болото. Для местных жителей дорожный вопрос наболевший. Здесь живут с детьми, с маленькими. То есть это надо добраться до садика, до школы. Это как-то надо проехать, особенно в такое время. А если ребенок заболел, ну вот, скорая не проедет. Что-то нужно делать, что-то решать. Те, кто ездит на больших машинах, на патриотах, на квадроциклах, им удобно. А просто машин только если здесь оставлять, обычную, легковую. И пешочку. Да, все, только пешком. Почему бы имеющиеся не привести в порядок и не создать нормальные условия для проезда. Вот по такой дороге там люди живут. По такой дороге как ездить? Ничего не делают. Жители обращались в разные ведомства, чтобы решить дорожный вопрос. Но пока ситуация безвыходная. В администрацию Заволжского района первым делом я ходила. К нам приезжала комиссия в составе представителя администрации Заволжского района. Дороги города Твери и имущества. Они сказали, что весь этот массив, он не стоит на балансе города. Соответственно, дорогами здесь заниматься никто не будет. А пока тверичанам придется преодолевать эту грязевую полосу препятствий в резиновых сапогах или на более проходимом транспорте, как это делает Илья. Только вот так. Ну, вот так. Сапог. Горячий. Мы отправили запрос в администрацию города, чтобы узнать о возможном решении дорожного вопроса в Черкассах. И обязательно расскажем в следующих выпусках новостей дальнейший исход событий.